Новости на Дону 7.35 ликвидировать. Обстановка сейчас уточняется. На месте пожара работали 10 спасателей и 4 единицы техники. Уровень воды в Дону упадет ниже неблагоприятной отметки. Штормовое предупреждение о ветровом сгоне объявлено в Ростовской области. По данным Ростовского гидромедцентра, сегодня и завтра в Устье Дона продолжится понижение уровней воды с достижением опасной отметки у Азова. На участке от Оксая до Ростова они будут значительно ниже неблагоприятных отметок. Как сообщает Донской МЧС, в связи с этим существует вероятность нарушения в работе судоходства, повреждения судов и плавсредств, посадка судов на мель, нарушения в работе водозаборных сооружений. Колонну техники условного противника уничтожили в Ростовской области из Града и Гаубиц. 150-я мотострелковая дивизия Южного военного округа провела артиллеристские учения, сообщает пресс-служба ведомства. Беспилотники обнаружили колонну условного противника в 10 километрах и передали данные в разведпункт. Артиллеристам необходимо было поразить цели из артиллерийских Гаубиц. Расчеты РЗСО «Град» завершили уничтожение резервов, выдвигающихся из глубины. Стрельбы проводились в рамках проведения единого дня огня. Артиллеристы также отработали уничтожение живой силы противника и взаимодействие с другими подразделениями. Всего в учениях приняли участие более 300 военнослужащих и 40 единиц техники. Год народного творчества в Ростовской области торжественно откроется в конце января. Об этом Василий Голубев заявил на совещании в Новошахтинске. Губернатор пообщался с актерами драмтеатра и осмотрел отремонтированный городской ДК. Центральным событием года станет Донской культурный марафон для 100 тысяч человек. О том, как нужно провести этот год, корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Не должно быть формализма, не должно быть мероприятия для того, чтобы сказать, мы вот провери и слава Богу. Давайте сделаем людям хороший праздник, давайте покажем, что это все наше, все от земли, все донское. И это возможность познакомить большое количество людей с тем, что происходит в Ростовской области в народном творчестве и в культуре в том числе. Культурный марафон стартует в начале 2019 и завершится в мае 2020 года галлоконцертом на стадионе «Олимп-2». В программе 12 номинаций и 3 этапа, начиная с уровня поселений. Артисты Новошахтинского драмтеатра уже определились. Они покажут спектакль «Саня, Ваня с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина, автора сценария фильма «Любовь и голуби». С просьбой помочь в организации гастролей по военным гарнизонам худрук театра обратилась к губернатору. За последние два года театр получил два гранта на 10 миллионов рублей. Купили световое, звуковое, мультимедийное оборудование и костюмы. В планах еще и капремонт. Обновление здания городского ДК на рабочей крестьянской губернатор уже оценил. Работы велись три года. 25 декабря Думкультура откроется для всех желающих. Петь народные песни, танцевать, заниматься фитнесом, волейболом или гимнастикой. А в зрительном зале теперь 340 мест. Годом театра объявил Владимир Путин 2019. На Дону новые возможности показать свое творчество получат не только актеры. Фестиваль национальных культур и народных песен, ярмарки, ремесел. Мастер-классы пройдут во всех городах и районах области. Это были новости на ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове и Таганруге днем небольшой снег. Вечером он усилится на термометре от 0 до плюс 1 градуса. В Красном Сулине днем минус 1, также небольшой снег. В Шахтах минус 1,0. Небольшой снег в Вешенской. Пасмурная без осадков на термометре до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Пасмурная без осадков на термометре до плюс 2 градусов.